Приветствую, друзья! В Украине не прекращаются боевые действия. Сегодня была полностью захлопнута крышка Лисичанского котла. Мало того, уже практически полностью весь город перешел под контроль российской армии, потому что захлопывание крышки котла уже просто произвело эффект домино в отношении украинской обороны Лисичанска. Понятно, что сегодня не скажут в украинских средствах массовой информации, что котел полностью захлопнулся, потому что там, конечно, осталось очень большое количество украинских подразделений, которые сейчас зажаты в нескольких районах Лисичанска. Российские военные корреспонденты уже выкладывают видео с центра Лисичанска, водружая флаг победы, и здесь мы должны четко отметить, что на карте это вот именно эта локация. Это говорит о том, что уже есть видео подтверждение контроля центра Лисичанска. Всю неделю вооруженные силы Украины пытались отойти из Лисичанска и делали это через различные дороги, проселочные поля и все остальное, потому что они тоже четко понимали, что крышка котла рано или поздно захлопнется. И, конечно, в течение вот таких вот отходов они очень серьезно несли потери, потому что, как известно, дороги очень серьезно простреливались. Тем украинским подразделениям, которые успели отойти даже с потерями в город Северск, можно сказать, что сказочно повезло, потому что всем остальным украинским подразделениям просто, как говорится, повезло значительно меньше. Они сейчас находятся в полном окружении и выбор у них, по сути, не сильно большой. И несмотря на различные бравады касательно того, что заграничные наемники приехали в Северодонецк, в Лисичанск, подкрепления в Лисичанск прислали, сейчас мы видим, что все вот эти подкрепления уже, по сути, уничтожены, а те, которым повезло, те все-таки отступили, причем очень быстро бежали в район города Северск, потому что кроме города Северск уже, по сути, отступать было фактически некуда. Причем темпы наступления российской армии настолько стремительны, что сейчас город Северск уже находится под плотным огнем в российской артиллерии и в других участках фронта тоже ряд поселков переходит под контроль армии России. При отступлении вооруженные силы Украины поджигают все, что могут поджечь, в том числе и электроподстанции. Вот одна из самых крупных электроподстанций в том регионе, на Донбассе, сейчас вот горит, и вот есть даже видеосвидетельство того, что там происходит. Подобного рода уничтожение гражданской инфраструктуры связано в первую очередь с желанием вооруженных сил Украины и каким-то образом затормозить наступление российской армии, чтобы гуманитарных проблем в регионе для россиян было значительно больше. Друзья, теперь короткое, но важное объявление. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там всегда можно значительно больше выложить информации, чем на ютубе. Ссылка на мой телеграм-канал в описании и первым комментарием под видео. Ну а тем временем на турецких военных предприятиях полным ходом идет работа для того, чтобы обеспечить украинскую армию беспилотниками Байрактар. Причем удивительно, но тем не менее турки все равно продолжают поставлять вооруженным силам Украины те беспилотники, которые на поле боя реально неэффективны. И если эти беспилотники избивают, то сбивают их даже с боеприпасами. То есть по факту они не успевают их просто выпустить за счет того, что российское ПВО работает очень и очень качественно. И поэтому все чаще ВСУ используют беспилотники Байрактар не как ударные беспилотники, потому что ударить они не могут, просто долететь до места условного удара. Им проблематично в связи с работой российской ПВО, а теперь они уже перешли в стадию использования этих беспилотников для наведения различных артиллерийских систем. Тем временем российский ВПК также не дремлет, потому что уже есть фотографии модернизированного комплекса «Панцирь-СМ», который уже рассчитан на 24 ракеты ПВО. Но тем временем приходит интересная информация с Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской области, которая сейчас подконтрольна Российской Федерацией. Оказываются цены там на бензин идентичны российским ценам. И по факту мы видим, что даже какую-то свою дельту местные чиновники особо-то и не вставили. И если на подконтрольной Зеленскому территории цены на бензин в 2, в 3, в 4 раза выше, то здесь мы видим, что нету никакой коммерческой наценки. То есть цены, по сути, делают ровно такие же, как и в Российской Федерации. Но если брать, конечно, подконтрольную Зеленскому часть Украины, то там ситуация как с топливом очень печальная, потому что топливо сейчас просто космических денег стоит в Украине, и его купить нереально. То еще и, конечно, с ценами на различные продукты, овощи, фрукты, там тоже ситуация аховая. И сейчас просто местные СМИ пытаются проанализировать, а почему же все-таки цены на продукты так подскочили, особенно на фрукты, овощи. Наши же фермерские хозяйства практически не расширяли площади под овощи, хотя такой призыв со стороны властей был. Но включился трезвый расчет. При уровне технологии более высокой урожайности овощей в Европе, импорт может заходить к нам по более низкой цене, чем украинская продукция. Поэтому фермеры, сделавшие ставку на овощи, рискуют попасть в убытки, пояснил эксперт. Получается, фермеры с Евросоюза просто занимают украинский рынок, а украинские фермеры просто поставлены в условия такие, что им не надо там фрукты, овощи выращивать, или что-нибудь с высокой добавленной стоимостью. А им нужно либо рапс выращивать, либо пшеницу, ну и так далее. Поэтому, если вы видите на рынке сумасшедшие цены на огурцы, на помидоры, на картошку и на все остальное, то можете смело писать свои негодования Зеленскому в комментариях. Потому что он в последнее время много видосов различных высылает, встречается с различными голливудскими артистами, выступая на каких-то форумах студентов и так далее. И, ну в общем, пиарится и отрывается как может. А поэтому я думаю просто, что Зеленский может и не в курсе, сколько стоят, например, там огурцы или перец на рынке. Но, тем не менее, каждому украинцу нужно тоже четко понимать, что если он пишет какой-то гневный пост под видео Зеленского, то это уже серьезные истории за это могут посадить. Поэтому вам нужно просто к вашему гневному комментарию дописывать какие-нибудь хвалебные оды в адрес Зеленского. Что, мол, его, чтобы солнце Лики и этот самый образ каким-то образом соизволил обратить внимание на Чернь, которая там живет где-то в Украине. И все-таки, знаете, своим царским приказом заставить все-таки вот эти цены на продукты каким-то образом снизиться. Я думаю, что если вы в хлебных одах преуспеете в комментариях, то вам даже могут предложить какую-то должность в партии слуга Зеленского или еще где-нибудь там в какой-то администрации. Но, тем не менее, не спешите соглашаться на всю эту историю. Потому что все люди, которые сейчас от Зеленского принимают активное участие в действиях касательно его режима, то это, по сути, те люди, которые получают на всю жизнь просто черную метку. Но, тем временем, немецкий журнал «Шпигель» все-таки решил сделать статью и посвятить ее тому, что санкции, они неэффективны. И вот эта санкционная война между западными странами и Российской Федерацией уже перешла в стадию позиционной. И по факту уж ни Российской Федерации, ни западные страны от этого не выигрывают. Страны G7 хвалят свои беспрецедентные санкции, в то время как в Москве предсказывают, что рост цен на энергоносители приведет к нищете в большей части Европы. Явного победителя в борьбе пока нет. Тут, конечно, можно поспорить, потому что, как известно, президент заокеанской страны постоянно говорит о том, что именно Путин виноват в том, что в Америке в два, в чем-то раз повысили цены на бензин. Именно Путин виноват в том, что где-то там за океаном сумасшедшая инфляция и сумасшедшее подорожание цен на различные товары. Получается, что президенту заокеанской страны все равно приходится оправдываться перед американским народом. А я вот что-то таких оправданий от Владимира Путина не слышал. И таким образом можно сделать вывод, что в этой санкционной войне все-таки победа сейчас на стороне Российской Федерации. Дальше немецкие журналисты пишут. Россия не может долго выдержать технологическую оторванность от Запада. Я думаю, читая такое, где-то в Китае руководители Компартии очень громко смеются, потому что действительно говорить про какую-то технологическую оторванность от Запада, если есть полное взаимопонимание технологической России с Китаем, ну это просто, знаете, из мира фантастики. Безусловно, какие-то неловкости будут у российской экономики в отношении полного, знаете, эмбарго на экспорт технологий. Но тем не менее, за счет Китая и прочих стран это просто элементарно можно компенсировать. Ну а в это время титулованные банкиры уже заявляют о том, что оказывается Российская Федерация при желании может, знаете, поднять цены на нефть примерно до 380 долларов. А от этой цены уже пострадают очень серьезно и Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, ну и, конечно, еще очень-очень много стран. И это, по сути, подорвет всю мировую экономику. Мировые цены на нефть могут достичь стратосферных 380 долларов за баррель, если санкции США и Европы заставят Россию нанести ответный удар по добыче нефти. Об этом заявили аналитики JP Morgan Cash. Получается, что Российская Федерация использовала еще далеко не все свои рычаги для того, чтобы заставить западные страны платить гораздо больше за то, что сейчас они получают за относительно небольшие деньги. С учетом анализа данной ситуации можно сделать вывод, что раньше западные страны, когда вводили всевозможные санкции в отношении Ирана, Кубы, Венесуэлы и так далее, то это всегда была игра, знаете, в одни ворота. А сейчас, как говорится, и Соединенным Штатам Америки, и другим западным странам Россия четко дает понять, что санкции это такая игра, в которую можно играть все-таки вдвоем. Мало того, если к этой игре подключится еще и Китай, если все-таки и втроем можно даже будет играть в эту игру, то тогда западные страны настолько могут серьезно пострадать, что вот если вот смотреть на развитие Северной Кореи, то примерно такое же развитие будет у западных стран. Но тем временем в Ливии начинаются массовые протесты. Оказывается, ливийский народ не устраивает тот факт, что в городах отключают электричество, воду отключают, ну и в принципе работы почему-то нигде нет. В городах проходят протесты против отключения электроэнергии, роста цен, а также выдвигаются политические требования. Ливийцы почему-то захватывают здания местных различных администраций, требуют от чиновников справедливости, чтобы они не были такие коррупционные, чтобы они работали эффективно, чтобы у них в стране было все хорошо, как при Каддафе. Хотя, честно говоря, все эти ливийцы просто неблагодарные люди, которые не ценят то, что сделала НАТО для их страны. Потому что НАТО, как известно, своими демократическими бомбардировками, конечно же, беспощадно уничтожило кровавого тирана и диктатора Каддафи, который, как известно, ну устроил такое ливийскому народу, что просто они себе очень плохо, в общем, жили. Давайте просто перечислим те ужасы, которые, собственно, причинял Каддафи ливийскому народу. На каждого члена семьи государство выплачивало в год 1000 долларов дотации, пособие по безработице 730 долларов в Ливии, зарплата средней медсестры 1000 долларов, за каждого новорожденного выплачивали 7000 долларов, новобрачным дарится 64000 долларов на покупку квартиры, на открытие личного бизнеса, единовременная материальная помощь – 20000 долларов. Ну и, собственно, дальнейшие, знаете, репрессии и беспощадные издевательства Каддафи, конечно же, они спровоцировали то, что с помощью, конечно, западных стран Каддафи скинули, и сейчас Ливией просто, знаете, руководят различные демократические банды, которые спонсируются различными странами, ну и это, как бы, считается в Ливии нормальным. Несмотря на то, что страны НАТО разбомбили Ливию и скинули злобного и коварного диктатора, почему-то ливийский народ все равно не ценит вот эти вот достижения демократии и свободы и обращает внимание на какие-то там мелочи, когда вот просто берут и города отключают от света. Я думаю, что топовые европейские политики могут без труда объяснить каждому жителю Ливии, что все вот это вот, то, что они там заявляют, они там хотят там воды, там света, там электричества, там работы, то это на самом деле такая мелочь по сравнению с правами человека, с свободой и так далее, ну и прочими вот этими красивыми словами, за которым скрывается просто холодный расчет европейских политиков на ограбление целых стран. Поэтому с учетом того, как развиваются там события в Ливии, то я думаю, что ливийский народ будет еще долго платить свою, знаете, очень суровую и кровавую цену за предательство Каддафи и за поддержку западных боевиков, которых туда прислали в 2011 году. Если ливийский народ уже по полной платит очень высокую цену за свое предательство, то вот украинский народ только-только начинает уже втягиваться в этот процесс. Тем не менее на сегодня у меня все, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылка на него в описании и первым комментариям под видео. Там всегда можно больше, чем на ютубе. До скорого!